Всех сегодня видеть на нашем мастер-классе. Итак, с вами сегодня Суперджоп. У нас сегодня тема «Проблема трудоустройства и как найти работу своей мечты». Для тех, кто не знает, давайте познакомимся ближе. Немножко расскажу о компании, если кто-то не в курсе. Наша компания уже, можно сказать, давно на рынке, с 2000 года. Мы являемся одним из лидеров рынка рекрутинга в России. И у нас достаточно большие цифры, как по количеству клиентов, которым мы помогаем найти сотрудников, так и по количеству соискателей, которым мы ежедневно помогаем находить работу. Сегодня в данном мероприятии я поделюсь с вами той информацией, которая, на наш взгляд, является достаточно важной для студентов, для учеников как колледжей, так и вузов, для того, чтобы, имея те задатки, те успехи в учебе, которые они получают, получить все-таки желаемую работу с хорошей зарплатой и с хорошими перспективами. Ну, давайте начинать. Итак, по содержанию нашего сегодняшнего вебинара мы рассмотрим несколько небольших тем. Первое – это современный рынок труда и тенденции его развития. Второе – компетенция молодых специалистов, требования работодателей. Именно что сейчас востребовано в кругу людей, которые нанимают людей. Также обозначил софт-скиллы, которые сейчас уже необходимо молодым специалистам развивать, для того, чтобы быть востребованы в ближайшем будущем. Как понравится работодателю? Здесь мы поговорим о основной компетенции, наверное, которая сейчас может помочь молодым специалистам найти работу. Это умение самопрезентовать себя. И здесь существует два вида. Первый вид – это резюме, второй вид – собеседование. Многие молодые специалисты относятся к этому халатно, особого внимания на это не обращают в процессе учебы и, к сожалению, потом долгое время пытаются найти работу. Так что сегодня я вам дам такую, можно сказать, выдержку той информации, которую можно донести, ну, использовать как и в своей деятельности, так и, если понадобится, находить работу близким, родственникам или себе. Где и как найти свою работу мечты? Здесь я просто покажу небольшой обзор нашего портала, чтобы вы знали, как на нем ориентироваться, какую полезную информацию можно с помощью него получить, ну, и как, в принципе, найти себе работу с помощью нашего ресурса. Ну, и последнее – это осознанный выбор работы, мышеловки на рынке труда. К сожалению, в связи с тем, что сейчас такой общий спад в экономике мировой, сейчас появляется очень много липовых компаний, в которых, к сожалению, ребята приходят, тратят на это какое-то количество времени, теряют деньги, силы, нервы, а в результате ничего не получают. Так что вот, чтобы не попасть в такие истории, я вам расскажу тоже вкратце об основных мышеловках, которые происходят на рынке труда. Хорошо. Первый вопрос, что нужно знать о современном рынке труда молодому специалисту, ну, и преподавателю в том числе. Ну, первое. Сейчас основной ориентир всех работодателей идет, конечно же, на опыт. К сожалению, на собеседовании не спрашивают, сколько студент посетил лекции, какие оценки он получал. Это могут вкратце спросить, есть ли образование какое, диплом красный, синий и так далее. Но основной акцент делается на опыт. Соответственно, работодатели в первую очередь рисуют навыки. Из практики колледжев и университетов, да, вы предоставляете в процессе учебы студентам практику различную. И по нашему опросу недавно мы здесь поинтересовались, ну, а сколько же все-таки необходимо молодому студенту иметь опыта практического, чтобы его взяли на работу. Потому что в вакансиях часто бывает, пишут от года до трех. И многие студенты боятся даже отправлять свое резюме по этому назначению. Соответственно, после нашего опроса мы выяснили, что достаточно шести месяцев практического опыта работы по данной специальности. Поэтому первое, наверное, что нужно донести студентам, что время уходит и летний период, или время после учебы. Лучше, конечно, потратить на приобретение навыков реальных профессий. Это делается с помощью стажировок. Я вам сегодня покажу, где это можно найти, ну, и как вообще, какие преимущества это создает. Если говорить о непосредственном конкретике, то сейчас мы выявили 10 наиболее актуальных навыков и качеств, востребованных на современном рынке труда. Вот здесь представлено десятка основных качеств, на которые в основном обращают работодатели. Первое место, заметьте, занимает ответственность. После идет коммуникабельность, потом эмоциональная стабильность, дальше обучаемость, не пропало ли у человека. Желание еще познавать новое, и обладает ли он определенной мобильностью. И целеустремленность. Вот можно сказать, что это такая пятерочка лидирующих качеств, которые востребованы. Но это, если речь идет о реальных качествах, которые в человеке есть, а не написанных просто в резюме, что вроде бы он ими владеет. В основном студенты попадаются на что? Что им после того, как спрашивают, какое у тебя ведущее качество, например, и он говорит, я ответственный. Ему говорят, а ты можешь подтвердить каким-то примером из жизни, где ты эту ответственность проявил? И здесь, к сожалению, многие студенты не могут привести никакой предмет, потому что считали, что достаточно просто напиши сайт, что ты коммуникабельный, чтобы пройти собеседование. Так что имейте это в виду, передайте студентам, что за тем, что написано в резюме, должны стоять реальные вещи, реальные качества и факты. Дальше я приведу вам таблицу. Мы сравнивали по разным областям, по разным профессиям, какие качества наиболее востребованы для той или иной профессиональной деятельности. Здесь вы можете посмотреть, что для, например, программиста на первом месте стоит ответственность, потому что процесс, как правило, весь автоматизирован, четкие сроки, нужно все выполнить, никаких опозданий на этом процессе разработки. Все крутится, так что ответственность здесь на первом месте. Но несмотря на это, дальше у нас, видите, идет эмоциональная стабильность, потому что, как правило, если мы говорим об IT-компании, существует много различных отделов, которые вынуждены очень оперативно, мобильно с друг другом взаимодействовать. И если у человека, который обучается данным программистом, нет хорошо развитой эмоциональной стабильности, коммуникативных каких-то способностей, то это, естественно, отражается на работе. И он долго в компании не задерживается. Ну вот здесь вот можете посмотреть, да, по разным направлениям, какие ключевые, да, являются качества. Но в целом, да, видно то, что эмоциональная стабильность и ответственность, да, как-то в лидирующем таком положении находите. Поэтому, если говорить о каких-то факультативных занятиях, о дополнительном образовании, то акцент лучше делать на то, как именно эти качества развивать. Ну, ответственность, естественно, можно развить только в жизни, непосредственно в конкретных ситуациях. Но если этим заниматься цели направлено, то уровень этой ответственности с окончания университета будет гораздо выше. И вы, как преподаватели, наблюдая за студентами, можете оценить, более ответственным он стал человеком или нет. Хорошо. Следующее. У вас был предыдущий доклад по поколению Z. Ну, здесь мы только обозначим также тенденции поведения Z на современном рынке труда. В принципе, сейчас к этой категории относятся те люди, которых вы обучаете, чуть-чуть старше, чуть-чуть младше. Но в основном сейчас уже руководатели задумываются о том, что нам ждать от будущих соискателей. Ну, здесь общие такие черты какие-то могут совпадать, каких-то могут быть и в чем-то там несоответственно. Но основные, если сделать сборку, заключаются в том, что поколению Z, если они не видят смысла, у них появляется инфантилизм и достаточность позволяет им как-то отвлеченно заниматься какими-то другими делами, не связанными с работой. Очень ярко выраженная сейчас тенденция в необходимости, в запросе, может быть, даже в потребности понимать смысл своей деятельности на рабочем месте и иметь нематериальную мотивацию труда. То есть сейчас вообще общая динамика по всему миру идет в сторону внутренней мотивации как движущий момент в развитии профессионального. Следующее. Индивидуальность, уникальность, экономия сил, сужение сфер профессиональных интересов, гибкость, мобильность, опыт инноваций и личный потенциал. Ну, если говорить непосредственно о мотивации, то вот мы поделимся с вами вот такими данными по опросам современных молодых людей поколения Z. Смотрите, как изменились мотивы в профессиональной деятельности. Первое место вышла самореализация, после идет смысл и комфорт. То есть если, да, сочетаются вот эти базовые потребности и потребности духовные, тогда человек продуктивно работает. Ну, сам я наблюдаю, да, в IT-компании за работой молодых людей, потому что у нас в компании представлены люди как от там 18-19 лет, так и до 70. У нас, можно сказать, все возраста присутствуют на работе. И мы, в принципе, вживую наблюдаем, кто себя как ведет, какие мотивации, есть ли там смыслы, кто почему уходит, кто зачем приходит. В принципе, этот опрос, практика наша, она подтверждает. Следующее. Теперь по поводу непосредственно софт-скиллов, на которые действительно стоит обратить внимание уже сейчас. Ну, это в первую очередь умение решать сложные задачи, потому что все легкие задачи уже либо автоматизированы, либо уже скоро будут автоматизированы. А условия рынка экстремальные и приходится постоянно решать какие-то нестандартные задачи, сложные задачи. И если человек ранее не сталкивался с решениями вообще с каких-то сложных задач, у него это может быть на низком уровне. Поэтому сейчас уже лучше озадачивать своих студентов какими-то сложными задачами. Здесь зависимость от вашей профессии, чему вы обучаете. Не будет лишним озадачить их мировыми экономическими, юридическими проблемами и так далее, чтобы они сами попробовали проявить свой креатив, включить свой неокортекс и как-то попробовать решить в процессе учебы хотя бы теоретически ту или иную проблему. Это будет положительно влиять на их дальнейшую профессию, потому что у них уже будет опыт. Следующее. Критическое мышление. Сейчас информационный век. В пространстве интернета можно найти очень много информации, но, к сожалению, она противоречивая. То есть фильтра на правду, к сожалению, пока еще нет. И приходится фильтровать эту информацию самостоятельно. Поэтому развитие критического мышления сейчас становится тоже одним из ведущих качеств, на которые стоит обратить внимание. Это нелегко отсеять. Для того, чтобы порой понять действительно правдивая информация или нет, нужно что, нужно пообщаться и с хорошими специалистами, и поработать с материалами самостоятельно. И на основе вот этого комплексного анализа сделать реальный вывод. То есть своего рода это чем-то похоже на научное микроисследование по поводу того, является эта информация достоверна или нет. Сейчас молодежь в основном сидит все на ютубе, в соцсетях, и так или иначе она имеет дело с какой-то информацией. Так вот, как дополнительное такое задание, просто чтобы просмотр какую-то пользу давал, можно подойти к этому, чтобы потренировать критическое мышление. Но это, знаете, как такая рекомендация молодым студентам. Следующая креативность. Дальше идет у нас эмоциональный интеллект. Но здесь я больше скажу о том, что, конечно, востребованный навык сейчас это умение управлять собой в тех или иных ситуациях, умение распознавать чувства и эмоции других людей, понимать, что за этим стоит. Мы имеем, благодаря нашему неокортексу, возможность принять решение не биологическое, а, можно сказать, человеческое. Но для этого нужно специально тренироваться и обращать на это внимание. За это как раз отвечает рефлексия. Так что развитие этих навыков, являются сейчас очень востребованными. Также когнитивная гибкость. Мир сейчас очень разнообразный. Системы ценностей и убеждений у людей порой разнятся прямо кардинально. Но в этих условиях, когда вас объединяет какая-то цель, вам нужно мобильно, за краткое время объединиться вокруг цели, несмотря на то, что вы очень разные. И нейробиология это подтверждает. Нет ни одного совпадающего мозга еще пока в мире. Разница действительно очень большая. И это остается только принять. Признать, что это так. Да, мы все разные. Но когда мы решаем какую-то общую задачу, мы объединяемся и свои качества, вот эти разные, адаптируем для того, чтобы эффективно ее решить. Это вот как раз о проектной деятельности, о командной деятельности, о командной работе. Если это будет осуществлено в процессе обучения, ребята уже научатся принимать, опять же, разных людей, как обычно бывает. Те, кто совсем не похож, пытаются отстранить от своей компании. Но самый ключ для развития как раз вот этой когнитивной гибкости это наоборот. Включать в команду тех, кто наиболее критичен, кто наиболее неудобен для того, чтобы проявить вот эту адаптивность. Ну и, естественно, мультиязычность. Сейчас общение идет уже на целом мировом, так сказать, масштабе, поэтому знание основных там языков русского, английского, французского и, кстати, дополнительно сейчас не лишним знания компьютерных языков будет достаточно воспотребовано в будущее. Потому что сейчас вот тоже работая в IT-компании, начинаешь понимать, что вот этот сленг, вот эта профессиональная речь, да, в которой существуют эти компании, он просто необходим. Но это касается любой сферы. Если вы, например, занимаетесь финансами, вы вдруг понимаете, что существует язык финансов. Если вы им не владеете, да, вы не можете там ничего сделать. Так что на это тоже стоит обратить внимание. Следующее. Теперь мы поговорим уже непосредственно о нахождении работы. У нас в рамках программы, да, профориентации, Superjob, подход практический. Мы больше говорим о том, как именно, да, найти работу, которая там будет приносить и удовольствие, и хороший заработок. Так что если перед студентами стоит задача не смотреть на часы, да, в ожидании окончания дня, что работа не будет скучной, будет приносить удовольствие, обеспечить хороший заработок, тогда, конечно же, нужно предпринимать определенные действия, которые поспособствуют тому, чтобы человек нашел эту работу. Мы в работе, да, как в колледже, так и в университетах тоже замечаемые, от преподавателей часто слышим, что уровень вообще мотивации, сконцентрированности, да, ну так если сказать, в среднем взять студентов на работу, на то, что нужно будет сейчас уже что-то предпринимать, чтобы эту работу получить, достаточно низкий. Это связано, как правило, во-первых, с отсутствием, в принципе, ориентации профессиональной деятельности, да, вы являетесь своего рода такими людьми, которые раскрывают сферу для студентов. Так что, чем больше вы вложитесь и чем больше практических аспектов донесете до студентов, тем им будет легче ориентироваться вообще в пространстве современной такой взрослой жизни. Но все, конечно, скрывается в мотивации. Мы дополнительно проводим специальные тренинги там на различных мероприятиях там по профессиональному родству по России, ну и на других. Также приезжаем в различные вузы и рассказываем об этом, что же все-таки с этим сделать, чтобы стать цельной личностью, да, чтобы у вас появилась цель и под это построилась как вся система биологическая, так и ментальная, и психологическая. Сейчас непосредственно о тех навыках, которые хромают у всех студентов и в колледже, и в университетах. Первое – это умение анализировать рынок труда и находить места для работы. Очень часто мы встречаемся с такой историей. Четыре года проходит, и молодой человек вдруг начинает думать, так, а где я, в принципе, могу работать? или там учился в магистратуре, все, магистратуру закончил, получил, стал магистром, магистр, все. Такое ощущение, что все двери перед тобой раскрываются, даже можно проходить по этому диплому в метро, но на практике оказывается, что этого недостаточно, и человек, в принципе, не знал, какие компании существуют по его направлению, какие организации, где он может работать. Поэтому, если студент начинает заниматься анализом рынка с первого курса, то к пятому он будет наиболее продвинут в этом направлении и более ориентирован, чем те, кто этого не делал. Как раз с помощью нашего портала Superjob можно посмотреть вообще в целом, что есть в России, в ближайшем зарубежье, ну, также за границей есть некоторые вакансии и так далее. Вообще в целом посмотреть, какие компании являются лидерами, какие условия, какие требования вообще ждет работодатель от будущего выпускника. Как подготовиться, как люди пишут резюме. У нас порядка 25 миллионов резюме, которые можно посмотреть частично и получить информацию о том, как правильно, как неправильно. Следующее. Умение составлять качественное резюме. К сожалению, этот вопрос, он связан с саморазвитием, с самым анализом, а этим порой студенты не занимаются. Или занимаются когда-то уже слишком поздно. Правило, когда студент достигает каких-то результатов, даже на практике, он их не записывает и где-то не фиксирует. И если даже записывает, то это выглядит так. Прошел практику, точка. И, к сожалению, на собеседовании он говорит точно так же. Когда его спрашивают, а что ты конкретно делал на практике, он говорил, ну мы ее проходили. Или мы ездили на завод. Что-то вот в таком роде. К сожалению, вот эти ответы, они являются очень плохими. И как раз не демонстрируют, насколько молодой специалист разбирается в своей деятельности и что он реально умеет. Это я часто привожу, знаете, такой пример. Приходит, ну, например, у нас салон красоты. И к нам приходит студент из колледжа, который говорит, что хочет стать парикмахером. Мы его спрашиваем, что ты умеешь делать, что ты делал, какая у тебя практика. Он говорит, ну что. Я, во-первых, прослушал все лекции, прочитал книги про тому, как стричь. И у меня вот из практики я постриг маму, младшего брата. Но у него сейчас отрастает, тут еще пару месяцев, все будет нормально. Ну, в общем-то, и все. И мы сразу получаем информацию, то, что есть высокие риски, если мы его сразу поставим клиенту. Почему? Потому что придется нам за это все расплачиваться. Но если он приходит на собеседование и говорит, что он учился в колледже, он узнал у таких-то, таких-то направлений стрижки, он владеет такими-такими профессиональными инструментами и называет, да, какие-то ножницы, какие они бывают. Сразу идет информация, что человек владеет этим. И потом он говорит, за время практики я за там два месяца постриг там 150 людей. Из них сделал вот столько таких-то причесок. Плюс я получил благодарственные письма от некоторых этих людей, которым им очень понравилось. И вот они приложены к моему резюме. И видите, да, а в целом я там за пять лет или за четыре, за три года обучения постриг 2574 человек. Все, человек готов, его можно ставить сразу на работу. И вот от этих нюансов, как это преподносить, да, и как хорошо раскрывать свой опыт, в принципе, на собеседовании зависит его результат. Так что последним вот таким навыком это умение проходить эти собеседования. Это дело, видите, нечастое. Мы не каждый день ходим на собеседования, не каждый день успешно их проходим. Поэтому это достаточно такое редкое явление. Но это не говорит о том, что в этом направлении нельзя тренироваться. На самом деле любое выступление, любой доклад – это самопрезентация, да, или презентация какого-то продукта, какого-то исследования. И на всех этих этапах можно эти навыки наращивать. Хорошо. Теперь, с чего начать? Сейчас пробежимся вкратце, да, по тем основным моментам, на которые стоит обратить внимание. Ну, во-первых, донесите информацию о том, что резюме анализируется специалистами порядка за 5-10 секунд. То есть есть определенные структуры, есть определенные маркеры, по которым мы можем очень быстро оценить, хорошее резюме или нет. К сожалению, если студент забыл написать свою фамилию, его резюме не рассмотрят. Или он вставил какую-то неадекватную фотографию. Сейчас выше я вам покажу, с чем мы имеем дело. Это тоже может стать минусом. Вот, посмотрите насчет первых впечатлений. Первые впечатления, естественно, создают фотографии. И многие не понимают, что резюме – это деловой документ. Фотография должна быть деловой. Здесь вот с одной стороны показаны фотографии, которые к нам приходят. А с другой стороны показаны, какими они должны быть. И обратите особое внимание, особенно девушек, чтобы никаких селфи в резюме они не вставляли. Фотография должна быть деловой, красивой и не вызывать раздражения и какого-то испуга. Вообще, фотография – это тест на адекватность. В первую очередь. Так что донесите молодым, веселым, юморным ребятам, что если они выложат самую чудную фотографию в резюме, то это сыграет с ним злую шутку. Хорошо. Теперь непосредственно о сердцевине резюме. Это боль, можно сказать, всех студентов, да и людей постарше. Основное, что создает картину в резюме, это, конечно же, опыт и результаты деятельности. Вот здесь мы даем вам простую схему. Она рабочая, подходит для всех возрастов. Как этот опыт надо описывать? Ну, в первую очередь. Вы прошли, у вас студенты прошли практику. Либо в колледже, либо в университете и так далее. После того, как они прошли, они сами должны это еще и прописать, чтобы у них появился навык описания своего опыта и вообще вот они схватили эту схему, как это в дальнейшем нужно будет демонстрировать. Первое. Что вы делали конкретно? Какие задачи решали? Если говорить о людей постарше, то это должностные обязанности. Но у людей постарше, у них есть такая проблема, они просто копируют те основные обязанности, которые так сухо были представлены вакансии и переносят в себе. Это тоже очень плохо. На самом деле, ваш опыт должен описывать ваш опыт. Не формальный опыт, а именно ваш. Если вы провели там за пять лет восемь тысяч лекций, то это лучше указать. С каким результатом? Сколько у вас выпустилось, защитилось? Куда там пошли работы? То есть, эти вещи, да, это дополнительно вас будет выделять среди миллионов резюме стандартных, которые копируют и вставляют. Следующий студенту нужно спросить, а сколько по времени это было? Здесь в основном молодые люди стесняются небольшого опыта. То есть, если один день они практиковались собирать какой-то автомобиль, они могут посчитать, что это, ну, это такой опыт недостаточно. И это ошибка. На самом деле, для молодых специалистов любой опыт важен. Так что мы указываем, сколько эта практика проходила. Либо это две недели, три, либо в месяц. И можно еще указать, сколько в целом. Например, за четыре года у меня есть шесть месяцев практики или три месяца практики и шесть месяцев стажировок. И здесь, конечно, уже совсем другой разговор. Следующее. Какими профессиональными инструментами студент пользовался? Если это педагоги, то это методики, это программы. Можно описать там, по каким методическим материалам проводили уроки и так далее. Какими инструментами пользовались. Не будет лишним описать методы, да, педагогические, там, показы, рассказы, сколько, как, с такими формами. Это все создаст такую благотворную картину. Ну, если это какие-то технические специальности, да, которые работают с какими-то языками, с программами, тогда они должны четко указать, какая программа, какой уровень владения этой программы, какие инструменты, какие станки, какие приборы. Все это создаст картину того, помните, я вам рассказывал про ножницы, да, какие феном ли владеют, ножницами и так далее и тому подобное. Чем больше здесь, как раз, профессионального языка будет, тем лучше. Ну, и самое главное, про то, что все забывают, это с каким результатом. Результаты всегда выражаются в цифрах. Если нет цифр, нет результатов. Соответственно, если у вас, да, или у студентов нету цифр, подтверждающих ваши результаты в резюме, то эти резюме, к сожалению, не особо-то рассматриваются. Так что основной момент это фиксация цифр. Вот здесь ниже мы приводим, да, такой пример, я его называю международный. Здесь заложен просто принцип, как вытягивать из информации без цифр, как ставить с цифрами. Вот с одной стороны можно написать так, что там проходил практику, проводили уроки. Точка. А с другой стороны нужно описать, чтобы проходили практику в такой-то школе, с такой-то ссылкой, в этой школе с таким-то рейтингом, столько-то было учеников, столько-то уроков провели, столько-то таких оценок, столько-то таких оценок, что было до, что стало после. И когда это все описано, здесь можно использовать просто цифры, проценты до и после, тогда это все начинает играть с хорошими положительными красками. Следующее. Возникает вопрос, где взять опыт работы и результата во время учебы. Особенно те, кто учится на дневном, да, они считают, что все, они не могут ни работать, ни где-то дополнительно что-то получить. Но я в своей практике учился на дневном, но я, помимо этого, после основной учебы получал дополнительное образование, естественно, чтобы его получить, еще и подрабатывал. То есть никаких проблем особо я здесь не вижу, если есть желание. Напомните им, что практика получать, если мы говорим об университете, это на практике, педагогической, или какая-то там, производственная и так далее. Следующее. Стажировка. Стажировка – это тест. Можете даже студентам передать, что, ребят, вот хотите протестить себя, происпытать себя, попробуйте найти самостоятельно стажировку себе. Это, в принципе, устроится на работу. Стажировки достаточно сложновато искать, потому что во многих компаниях, например, все уже вакансии, да, на стажировке закрыты. Другие вакансии компании не хотят, например, на это время тратить, потому что это дополнительные ресурсы, надо кого-то отвлекать с производства и так далее. Так что здесь вот непосредственно личный опыт, не когда вы заставляете, да, человека, а как соревнование такое среди 30 там или 60 студентов, сказали, ребят, кто найдет себе на лето стажировку, ну, какие-то бонусы можете свои педагогические ему дать. Ну, и выделиться, это может вас стимулировать положительно, ну, и потом этот человек может сделать доклад, как он прошел эту стажировку, он может описать свои цифры, что он получил, просто поделиться, пообщаться с людьми. То есть это очень положительная такая динамитка. Следующее. Многие забывают, что исследовательская работа, она всегда связана с вашей профессией будущей. Это наука, это всегда есть цифры, есть цель, есть гипотеза, есть какой-то эксперимент. Здесь, можно сказать, кладезь вашего опыта. И в резюме можно это и нужно представить, как исследовательский опыт и опыт организационный. Потому что те, кто организовывал там какие-то педагогические исследования или в других областях, знают, что нужно проявить неординарные, да, софт-скиллы, для того, чтобы это еще все организовать и договориться. Потому что бюджета, как правило, вам на это никто не выделяет. Ну, и следующее, такое последнее, это подработки. Если у нас подработка связана с профессией, которую студентам получит после вуза, то все хорошо. Это идеальная история. Но если не получилось найти по профессии, но так или иначе он имеет какую-то подработку, многие считают, что это как бы за кадром должно остаться. На самом деле нет. У студентов маловато всегда информации об их опыте. Да, ну что, там три месяца какой-то практики в университете, в колледже, максимум шесть. Стажировки. Ну, одну получилось, если, опять же, университет помог или не получилось. Нет, например, стажировок, исследовательская работа. Как-то так делал шаля-валяй, и вроде ничего не остается. Но все это время, например, четыре года он подрабатывал. И вот с подработок можно тоже взять информацию, которая хорошо начнет представлять резюме. первое, это, конечно же, опять цифры. Это достижение. Это качество, которое он развил, пока получил эту работу. И вообще, если у него стаж работы, да, уже четыре года будет, он в любом случае будет получать преимущество на теме, у кого его не было. Так что, пусть не стесняются подработок. Единственное, конечно, сразу возникает вопрос. Но мы же говорим, например, про экономиста. Надо же описывать опыт именно его работы в экономике, да. Но есть такие графы, как качество. Мы их можем указать и подтвердить тем, что мы получили на подработке с цифрами, с какими-то доказательствами, что у нас это качество есть, мы его нарабатывали в путь. То есть, в этом заключается основное искусственное написание резюме. За вас, естественно, никто это резюме не напишет, а если даже и напишет, то это будет не ваше резюме. И вам будет сложно его демонстрировать на собеседовании. Поэтому этим процессом лучше озадачиться пораньше. Пускай к четвертому, там, к шестому курсу у них уже будет порядка 10-20 резюме, которые они переписывали, дописывали. Тогда, во-первых, они это будут хорошо знать и смогут это все преподнести на собеседовании. Следующее. Где же все-таки найти эти стажировки? У нас на портале Superjob есть всероссийская база стажировок. Она динамичная, она меняется. Со стажировками сразу скажу, все нелегко. Но здесь можно произвести хотя бы обзор тех компаний, которые предоставляют их. Часть стажировок открывается ближе к лету. Но сам тот факт, что студенты полазят и посмотрят, поищут места, где они могут приобрести этот опыт, уже будет положительным. Следующее. Ну, по тем преимуществам, которые дает стажировка, это, конечно же, ценный опыт, новые навыки. Многие студенты на протяжении 4-6 лет все равно задаются вопросом, а тем ли я занимаюсь, а то ли мое, или не мое. Самый лучший способ проверить на практике любую профессию. Причем наши ожидания о профессии порой не соответствуют тем, что в реальности. Поэтому стажировка это идеальный, наверное, вариант проверить, подходит ли я профессия или нет. Следующее. Вы непосредственно погружаетесь в профессию и получаете реальную информацию, что происходит уже на производстве или в школах, университетах и так далее. Короткий рабочий день, полезные связи, возможность заработать. Стажировки бывают двух типов. Оплачиваемые и неоплачиваемые. Ну, вот здесь я хотел вам показать как пример, как можно написать плохо резюме. Вот, например, Алексей у нас написал, что работал, подрабатывал грузчиком. Вот видите, перечислил множество профессий. Это одна из первых ошибок. Этого делать не нужно. Лучше создать 4-6 резюме, вот у нас можно на SuperJob, где вы в каждом будете представлять отдельную профессию, чем все это комплектовать вместе. То есть, где-то вы рабочий, где-то продавец и так далее. Следующее. Смотрите, идем к опыту работы. Просто перечислил, да, что он делал. Уборка, готов к общению с гостями. Сюда очень хорошо ложатся цифры. Если захотеть. Дальше. Образование. Среднее и дополнительная информация. Умение вести разговор, физическая крепость, умение думать головой. Это очень интересно, да, такой настораживающий факт. Умение организовать что-либо и исполнительность. Но тоже, да, нет подтверждения, это правда или нет. Обычно это можно подтвердить в достижении. И вот смотрите пример другого резюме. У нас Олег, менеджер ресторанов быстрого питания. Смотрите, есть зарплата, выраженная в цифре. Зарплату всегда лучше ставить в цифрах. Тогда вы сразу даете работодателю понять, сколько вам нужно денег. Это вас своего рода защищает. Потом есть работодатели фильтры, наборы соискателей. Они ставят их. Например, мне нужен человек на зарплату 30 тысяч. Я поставил и мне раз Олег вышел. Если там стоит по договоренности, может не увидеть. По договоренности удобно писать, естественно, в вакансиях, потому что есть вариация. И если ваша зарплата выше 150 тысяч рублей, вы тоже можете написать по договоренности. Но когда она такая будет. Дальше, смотрите, переходим к должностной обязанности. Как хорошо описано. Видите цифры? Пронимал с улыбкой, комплектовал 250-300 заказов в день. Цифра. Увеличил средний чек до 500 рублей. Цифра. Среднее время обслуживания 90 секунд. Цифра. Сколько в целом объем? 500-600 в день. Уборка. Не стал стесняться чего-то. Написал, что убирал 100 квадратных метров, что убирал подносы за час 50 подносов, что каждые 10 минут убирался в той или иной зоне. И смотрите, дальше у нас дополнительная информация. Вся по делу, вся по профессиональной деятельности. Умение общаться, изображать на языке гостя, сохранять позитивный настрой, не стал писать. Часто ошибка пишут одним словом свое качество, типа коммуникабельный, стрессоустойчивый. Лучше сделать, как вот этот молодой человек, своим языком описать это качество в резюме. Во-первых, это будет нестандартно. Вы напишите своим языком, и здесь сразу как-то вы проникаетесь к данному кандидату. И дополнительную информацию не стал перегружать, опряженный внешний вид, желание продвигаться по карьерной лестнице. Вот видите, казалось бы, но совершенно разные. Пяти секунд достаточно для того, чтобы принять решение, просматривать дальше кандидата, приглашать его на собеседование, не ли не. Теперь, коротенько, в конце про собеседование, первое, что нужно понимать, процесс самого собеседования проходит приблизительно в пять этапов. Я их все озвучивать не буду, вы наверняка это слышали, просто себе напомню, что на собеседовании вас оценивают и как профессионалы, и как человека. Поэтому здесь будут важны и хард-скиллы, как вы их преподнесетесь с помощью софт-скиллов в целом. Следующее. Основные трудности, с которыми мы сталкиваемся. Но самая такая популярная, это завышенная самооценка, неадекватная оценка своего уровня. Как правило, убирается этот завышенный уровень одним простым вопросом. Расскажи про опыт конкретно с результатом или чем можешь подтвердить. И все. И здесь люди начинают сыпаться. Дальше неправдивая информация в резюме тоже негативную роль играет, завышенные требования, несоответствие кандидата, должности, ну и другие пункты вплоть до невежливости. Вот здесь мы представили основные пять ошибок, на которых попадаются люди, которые хотят пройти собеседование, но не проходят. Первое, это, конечно, не получилось показать мотивацию. Почему-то многие люди считают, что если они спокойно, так в полусонном состоянии будут сидеть на собеседовании, то это кого-то вдохновит и их возьмут на работу. На самом деле нет. У нас есть зеркальные нейроны, которые передают эту информацию и состояние. Так что вы должны показывать мотивацию и заинтересоваться на самом собеседовании. Следующее, не удалось подтвердить навыки, проявили нелояльность к бывшему работодателю. Например, студенту можно поймать очень просто. Ну а расскажи, пожалуйста, мы сейчас исследуем, хорошо ли нам дают образование в стране или нет. Расскажи, пожалуйста, как тебя учили. Только всю правду, потому что это для исследований. И он начинает, да меня вообще ничему не учили, да преподаватели ничего не хотели, да то-то-то-то-то-то. То же самое делают взрослые люди, когда их просят, ну так, хитро рассказать о бывшем работодателе, который их уволил. Здесь, к сожалению, когда вы показываете эту нелояльность, возникает риск, что вы покажете такую же нелояльность к будущему работодателю. И это становится очень таким нехорошим моментом. Ну и подкачал внешний вид. Хорошо. По вопросам, которые обязательно они должны задать работодателям, это что от них ждут в течение 60-90 дней. Это очень важно. Почему? Потому что многие проявляют усилия не в том направлении. В результате потом их не берут. Ну и здесь вот дальше. Самый такой момент, что о зарплате от оп, ну отпуске, обеде и дополнительных каких-то бонусов нужно говорить в конце. Собеседование. Не нужно начинать собеседование. Подождите, скажите сначала сколько вы готовы мне заплатить. Значит, если им не перезванивают, пусть звонят. Если не отвечают на телефоны, пусть пишут. Пусть сами узнают судьбу своего собеседования. Так или иначе, это на их ответственности. Ну и если не нашли работу, то нужно продолжать дальше. Теперь такой небольшой обзор, как это все сделать, с помощью непосредственно нашего сайта. Они смогут с этим познакомиться. У нас в разделе, вот видите, здесь работа, разместить резюме и так далее. Это если нужно найти работу, если нужно найти сотрудников, то сюда. И у нас есть здесь вот пункты. Видите, есть раздел стажировки, советы соискателем, новости исследования. Вот здесь представлена основная информация о профессии, о рынке труда, о том, какие вакансии есть. Можно посмотреть резюме, которое в открытом доступе выложено. Здесь достаточно вбить просто вашу профессию и просмотреть рынок на сегодняшний день. Рынок труда, он динамичный, постоянно меняется. Так что лучше это исследовать постоянно, чтобы быть в курсе. Это так, как занимаются финансами, кто постоянно следит за курсами валют, за товарами и так далее. То же самое здесь. В разделе помощь соискателям здесь основная теоретическая база, которая может и вам помочь преподавателям достать более компетентным направлением это чат деятельности, написание резюме соискателей. Посмотрите, здесь все есть. плюс блок нашего президента Алексея Захарова. Следующее. После того, как мы поняли, какие есть профессии, молодому специалисту еще нужно понять, что мне ожидать по зарплате. И здесь как раз вам поможет раздел зарплаты метр. Можете в него зайти и посмотреть по уровням, когда молодой специалист приходит только работать по тому или иному направлению, сколько ему ожидать денег, и когда он уже стал опытным, чтобы в резюме они написали адекватную цифру. Ну и в конце, как я и обещал, это, конечно же, ловушки. Но здесь представлены основные ловушки в интернет, можно сказать, пространстве и вообще в жизни, в которой можно попасться. Но первое, это нужно донести, что не нужно ни за что платить и ничего покупать. Как только вы начинаете кому-то за что-то платить, вы не бизнесмен, вы там не какой-то супер предприниматель, вы клиент. Если вы платите, вы клиент. Это нужно донести, потому что многие различные пирамиды на этом и строятся. Ты сначала заплати, потом чего-то получишь. Следующее, самое такое опасное миллион за красивые глаза. Когда ничего не просят, но вот миллиардером станешь завтра. Это в 100% случаях скорее всего махинация. Надо быть в целом осторожным при работе в интернете. Сейчас информации очень много, время для того, чтобы ее проверить еще больше нужно, поэтому люди считают, а ладно, попробую, а там дальше. Но в результате попадают на деньги и так далее. Также никуда не делись пирамиды различные. И самое, наверное, опасное это номинальный директор. Причем это происходит, вот кажется всем, что кто же на это попадет. На самом деле нет, у вас может оказаться какой-то приятель, который вам опишет, что у него там супер какая-то компания. Вы приедете, посмотрите, что это так. Но потом он вам предложит несколько миллионов рублей за то, чтобы вы побыли несколько месяцев управляющим. И вот здесь риск купиться на это очень высок. Но, как правило, если вы на это покупаетесь, то через недельку или через день приезжает ОМОН, кладет всех, и вы едете лет на 10 в места не столь отдаленные. Так что никаких номинальных директоров даже за очень большие деньги ни при каких условиях лучше не остановиться. Это самое, наверное, опасное. Ну и когда вам гарантируют устройство, это, как правило, связано заплати, вступи в наш бизнес, заплати нам 500 тысяч рублей. И потом ищи людей, которые тоже так сделают. Это схема MLM. К сожалению, у нас в России они приобрели достаточно-таки жесткие черты и приводят к не очень хорошим последствиям. Так что предупредите студентов, чтобы они на это не попадались. Ну а если вам понадобится какая-то информация, получить обратную связь, мы открыты, у нас очень лояльное отношение к соискателям, мы для них делаем все бесплатно, поэтому вот СВСуперджок пишите ваши вопросы в обратную связь, присылайте ваше резюме, также заходите на наш инстаграм и следите за нашей группой и нашей деятельностью в интернете. Ну а так, для тех, кому было интересно, еще скажу, что Суперджок работает сейчас с основными, практически со всеми вузами в нашей стране и уже в странах СНГ. Мы приезжаем и проводим бесплатные мастер-классы по тому, как эффективнее трудоустроиться. Поэтому, кому станет интересно сотрудничество с нами, пишите нам напрямую, мы с вами свяжемся и наладим какую-то деятельность. Ну а вас я попрошу оценить данные мероприятия по шкале от единички до десятки, где единички это вообще кошмар, а десять это все отлично получилось. Спасибо большое, очень приятно. И сейчас у нас останется несколько минут на те вопросы, которые мы не ответили в процессе семинара, я попробую ответить на те, которые смогу. галочками, да? Вот так, да? Здесь есть вопрос, как мотивировать к познанию поколения Z. Согласись, что нельзя бесконечно превращать обучение в приключения, ведь подсознание это предназначенный мысленный труд, а так как сгруппение определенных наук развития компетенций. Ну, по этому вопросу, как мотивировать к познанию поколения Z, на самом деле нас кое-что объединяет. нас объединяет биохимия, биофизиология и нейробиология. У нас механизмы, которые происходят в нашем мозге, в гормональной системе, в принципе, у всех одинаковые. Проблема в чем обычно заключается? В том, что люди не знают, что стоит за мотивацией, что стоит за ленью, что стоит за спадом настроения. Этим всем сейчас занимается такое интересное направление, как нейрософия. очень интересный проект, так что, кому интересно, обращайтесь. Там вы получите информацию, что за этими всеми механизмами стоит. И я советую именно начать сначала с биологии, а не с психологией, потому что в психологии очень много информации, но несмотря на то, что вы вроде бы ей всей владеете, пользоваться порой не умеете, из-за чего понимаете причины. Поэтому, если вы хотите действительно разобраться, что стоит за ленью, какие гормоны выделяются, какие нейромедиаторы, что там творится с кортизолом, когда вам не хочется ничего делать или все, что раздражает. Это нужно познать. Так что, советуйте ребятам самостоятельно, опять же, все это узнать. Так, следующее. Сейчас мы ищем ваши вопросы. Вот это. Как молодежь относится к приобретению новых профессиональных знаний? Я вам честно скажу, относится так, как вы это преподнесете. Опять же, мы, получается, приходим к этой самой презентации. Если за вашими словами о приобретении профессиональных навыков будут стоять, можно сказать, подсознательные выгоды, что обладая этими профессиональными навыками в будущем, опять же, биологии, вы сможете получать хорошо денежки за это, что это будет востребовано, что это вас повысит в социальном статусе, то тогда у них сработает биология и мотивация на приобретение этого навыка. На самом деле, наши биологические основы надо использовать для того, чтобы они давали энергию, мотивацию к такой деятельности, которая больше связана с неокортексом. Так что, здесь уже зависит от того, как вы это приобретаете, несете. А здесь все от практики. Если вам это профессиональное качество приносит какие-то дополнительные бонусы, например, вы являетесь экспертным в какой-то сфере и к вам обращаются за консультациями платными по данному направлению, то это что приносит? Это, во-первых, приносит вам дополнительный доход, это приносит дополнительную практику. Вы этим всем пользуетесь, вы это все умеете, и когда вы говорите о том, что навыки консультирования важны и они приносят пользу, тогда это мотивирует и других. В общем, ребята в первую очередь должны осознать. Если осознание не произошло, то какой-то мотивации вряд ли появится. Так, еще ниже. по поводу ну тут вопрос такой технический, это SV, SV, да, на английском просто SV, это наша почта. Если вы хотите разместить резюме, то это делайте на сайте, просто заходите в раздел резюме, создаете его и размещаете. Так, Стана пишет, что вы можете порекомендовать выпускнику-инвалиду, желающему трудоустроиться. Я, в первую очередь, как раз, вот какие он может получить преимущества. Если он уже сейчас это все осознает, у него будет выше, так сказать, процент того, что он трудоустроится. Здесь мы, конечно, рекомендуем ему находить стажировки. Ну, в общем, все, о чем я говорил, да, как раз и подойдет любой категории людей. Но если у него будут навыки самопрезентации выше, он сможет получить преимущество. Потому что сейчас достаточно в разных компаниях, конечно, по-разному такая лояльность выше. То есть, если, например, это IT, то здесь достаточно сидеть около компьютера и выполнять какие-то деятельности. Но он должен выделиться среди всех этих айтишников и преподнести свою целеустремленность. Это показательно будет. Вот я здесь был на фитнесе позавчера. Я увидел удивительную картину. Пришел молодой человек без двух ног и без двух кистей. Я долго думал, как по первому образованию являюсь специалистом в области физической культуры и спорта, а как он будет тренироваться. Но потом, после 50 минут, я понял, что в принципе мышцы корсета, мышцы спины, рук и что-то придумать можно. Но чем он выделяется? Тем, что он, несмотря на такие преграды, тренируется, в отличие от тех, у кого нет никаких преград, и он, естественно, не занимается собой. Как помочь молодым педагогам устроиться по специальности в образовательном учреждении, когда мест нет? К сожалению, когда нет потребности, ее и не удовлетворишь. Здесь нет мест, нет возможностей. Я советую молодым специалистам использовать предпринимательство и переводить свою деятельность в предпринимательское русло. Вы можете давать то образование, те навыки уже самостоятельно другим людям. Так что, если нет мест, его нужно создать себе. У меня была такая история, когда я закончил вуз, я тоже понял, что в Москве нет мест, все занято, люди по 50 лет работают в этой профессии, и нигде в спортивном клубе нет работы. Я создал его сам, причем договорился об этом с школой, и мы в процентных соотношениях, как дополнительное образование, все это организовывали. Так что, здесь вот такая рекомендация, попробовать это монетизировать с помощью предпринимательской деятельности. Обязались создавать порфолио студентов. На сайте выкладывают с вуза, вот там и пишут свои достижения. Да, это очень хорошо. Кстати, всем скажу, то, что порфолио сейчас, ну вот, по крайней мере, на нашем сайте и вообще в первую очередь смотрят. Почему? Потому что большинство его вообще не пишут, не составляют. И, ну, не только порфолио может выделить, но одно из самых главных, еще более значимых, это сопроводительное письмо. Смотрите, нам нужно написать резюме, порфолио сделают, сопроводительное письмо где-то в конце. И большинство его не делают, а смотрят в первую очередь у тех, у кого сопроводительное письмо есть. Так что порекомендуйте им помимо, да, порфолио. Порфолио это хороший инструмент для того, чтобы подтвердить с помощью дипломов, всяких сертификатов, благодарственных писем, фотографий из каких-то награждений, то, что вы сказали в резюме. А сопроводительное письмо это ваш дополнительный такой первый контакт с учреждением для того, чтобы показать мотивацию. Всегда ли, когда в конце собеседования говорят, мы вам позвоним, имеют в виду именно это? Или же это явный отказ, который демонстрирует, что соискатель не подходит на данную должность? Нет, это не демонстративный отказ, это просто форма общения. Это как мы говорим до свидания, так же мы говорим, мы вам позвоним, мы смотрим еще 50 человек, у нас все на разных местах, все и когда подходят перезваниваются, иногда дают обратную связь, что извините, по таким мы уже нашли человека. Но здесь нужно понимать, что когда вы устраиваетесь на работе, вам никто ничего не должен, все, школа закончилась, каждый теперь руководит своей жизнью полноценно, отвечает за все, что с ним происходит. Чем раньше это осознание произойдет, тем лучше жизнь будет. Поэтому не нужно звонить в команды, а почему вы меня не взяли. Если вам компания не отвечает, во-первых, им же за это никто никаких бонусов не дает. На это тратится время. Вы сами должны взять обратную связь, почитать у нас на сайте какие ошибки, посмотреть, совершили ли вы эту ошибку, учесть это в будущем и на следующем собеседовании проверить, правильно вы ее вывели или нет. Если все сойдется, то все хорошо, вы получите вам позвонят. Но дело все в чем, рынок трудоустройства очень большой, конкуренция огромная, выше чем в спорте высших достижений. На одно место порой претендуют сотни тысяч людей. Это даже в Гарвард такого нету, в Стэнфорд и в какие-то учебные заведения ведущие. Поэтому здесь вот эти мелочи, о которых там говорил Шерлок Холмс и другие известные Товарищи, очень важны фотографии, как написано, есть ли цифры, потому что вам еще нужно выделиться среди огромного количества студентов. Сейчас преподаватели юридических дисциплин. Вы, кстати, на этот вопрос можете самостоятельный ответ получить, проанализировав с помощью нашей базы, где сейчас востребованы преподаватели по юридическим дисциплинам и востребованы ли. Если увидите, что нет, то нет. Если что-то найдете, то да. Потом, видите, постоянная динамика происходит. Какой-то вуз лишился какого-то преподавателя, у него появляется потребность и специалист востребован. Но в целом нужно, конечно, смотреть какие-то исследования по этому поводу. У нас тоже есть, кстати, исследовательский центр, можете там посмотреть, может, по вашей тематике там будет информация. Так, стоит ли указывать в резюме достижение по одной специальности, если устраиваешься на другую, ну, смежную специальность. Если смежную, можно, да. Будет, здесь вопрос, как вы все это опишите, ведь это дополнительная, да, для вашего резюме какая-то информация. Сейчас мультиэкспертность, мультипрофессионализм, он востребован, сейчас приходится, да, вот в этих постоянно изменяющихся условиях рынка осваивать не одну специальность, а несколько. В среднем, вот, например, в Европе человек за профессиональную деятельность меняет уже 5-7 видов деятельности. Каждый год время стабильности сокращается, если раньше наши дедушки, бабушки могли работать по 20, по 30, по 40, по 50 лет на заводе, то сейчас современная экономика вряд ли такую стабильность кому-то обеспечит. Сейчас вот в среднем уже к 5-3 годам происходит. Так что, пока вы работаете на одной специальности, лучше осваивать уже и смежную. Так, как посоветую участвовать процент трудоустройства выпускников? Ну, самый простой, да, но он тоже, с одной стороны, он и не простой, это, конечно, личный, личный контакт, может быть, специально завести какую-то соцсеть, да, через которую вы, как преподаватель, непосредственно будете брать эту обратную связь, остались ли они работать на этом месте, если вы ушли, то каким причинам? В принципе, из этого всего можно создать такое место для общения, где ребята будут делиться. И вот это, ну, как сказать, вот эта вот организация, да, она может вам на автомате давать эту информацию, ну, плюс еще приносить пользу. Я бы, например, исходя из современных технологий, да, посоветовал что-то в этом роде. Как мотивировать педагогов искать работу по специальности, особенно преподавателей для СПО? Ну, по мотивации, да, вот я сказал, вам нужно разобраться с механизмом, который стоит за мотивацией. Если просто вам говорить, то смотрите, когда у нас больше в организме вырабатывается кортизола, чем нейромедиаторов типа серотонина, эндорфина, дофамина и других, тогда у нас снижена мотивация, у нас реально нет энергии, кортизол ее все поедает. Наша задача осознать, во-первых, как этот механизм работает, потом узнать об инструментах работы так, как повышать дофамин, как стимулировать каким-то образом жизни, сном, питанием и так далее, эти нейромедиаторы, чтобы их повысить, чтобы они были выше кортизола. И что делать, если кортизол пытается вас войти, да, как на какие-то ситуации реагировать, чтобы он не проникал. Это вот как раз мы говорим про то, как управлять собой. За этим механизмом как раз и стоит мотивация. Если у него будут нейромедиаторы на уровне, а кортизол понижен, то мотивация будет, если, да, будет, опять же, прорисована цель, в какую сторону это все заряжение. То же самое с преподавателями. А искусственно, да, что бы вы им там не говорили, если, правда, вы им не скажете, что сейчас появилась должность педагога там в Еле на 300 тысяч в год долларов зарплаты, то это простимулирует многих. Но появится такая должность. Так, что должно быть в сопроводительном письме? В сопроводительном письме вы можете обратиться напрямую. Например, у вас есть какой-то контакт уже с работодателем, да, с кем вы переписываетесь, вы можете обратиться по имени. Там вы описываете, почему вы хотите работать в данной компании. Здесь вы демонстрируете, насколько вообще вы в курсе, что это за компания, демонстрируете свою мотивацию. Сопроводительное письмо не должно быть большим. Пишите уже, знаете, таким человеческим языком о ваших каких-то основных моментах, которые вы дополнительно хотите, ну, как сказать, продемонстрировать. То, что нам в резюме не хватило места от себя, да, такой прямой речи. Небольшое такое письмо. Как бы ваш первоначальный посыл. Чтобы, вот, первое впечатление создает фотография, да, она не должна отталкивать, и человеку должно быть хотеться с вами еще раз встретиться. Второе, вы с ним видите с помощью сопроводительного письма пообщались. Если оно написано, да, вот, ну, опять же, вызывает определенные положительные эмоции, там все четко написано, что вы за профессионал, почему вы хотите, какова ваша мотивация, может, какое вы дополнительное образование получаете, тогда здесь оно начинает работать. Так что, ну, а так, о сопроводительных письмах тоже посмотрите у нас на сайте, как их писать. Так, а как устроить студенту на третьем курсе на работу по профессии? Ну, третий курс, это уже наличие, если так все хорошо в университете или в колледже, какой-то практики. Я бы вам, знаешь, уверенно ему надо устроиться, успешно ему нужно устроиться. Для того, чтобы устроиться, нужно тренироваться. Пускай пробует. Все равно это, так сказать, колоссальный опыт. Вот он пройдет десять собеседований, да, ему везде скажут, что опыта недостаточно. Но на одиннадцатый он уже устанет от этой темы и скажет, подождите, но я хочу у вас опыт приобрести. А можно, если у вас нет сейчас вакансий оплаченных, я у вас две, там, три недели поработаю для опыта. Вот он уже сам не выдержит. И вот этот момент выделит его среди остальной массы студентов и его возьмут на эти три недели. А потом он, естественно, получит этот опыт и, возможно, уже получит зарплату. Здесь, конечно, существует много различных способов, но сейчас вот в рамках нашего мероприятия о всех не расскажу. Так, и в каких профессиях текучка кадров, особенно быстро? Знаете, я бы сказал не про профессию, а про устройство компании. Здесь, конечно, зависит от структуры компании, как внутри устроено. Вот вы все, наверное, знаете про ресторан Макдональдс. Там текучка очень высокая. Почему? Потому что процесс все автоматизированный и там, в принципе, любого человека ставь, он свою функцию выполнит. Так что здесь больше речь идет о том, как в компании это устроено. Если вам как-то удалось узнать, а высокая ли текучка в компании или нет, здесь даст вам информацию. А так, чтобы вот именно в каких кадрах, да, наверное, вам во всех. И айтишники, всякие разработчики часто меняются в разных компаниях и это практически все в специальности, да, кроме там, может быть, топ-менеджеров. Но топ-менеджеры тоже меняются в зависимости от результатов, которые они показывают. Так что здесь вот так обобщить, наверное, не получится. Так. Ну вот, в общем-то, все. Спасибо большое за вопросы. Если мы какие-то вопросы не ответили, пишите в обратную сферу, чтобы мы что-то могли просто пропустить и наш специалист возможно вам ответит на эти вопросы. Нейромедиаторы, нейрокортекс. Ну, материалы. Значит, смотрите, я просто науки назову. Нейрохимия, нейробиология, нейрофизиология, нейроантропология и, если хотите попрактиковать, нейрософия. Вот эти основные клиенты. Все. Ну, а я всех благодарю. Счастливо. Всем удачи. Счиётся. kami. Все. Удачи. Счиётся.